Представьте, что каждый фильм, который вы смотрите, длится столько же, сколько все три части «Властелина колец» в режиссёрской версии. Сначала вроде понятно, потом вам в лицо бросают несколько сюжетных твистов, вводят новых героев, что-то усердно рассказывают. И, наконец, для того, чтобы понять суть, вам нужно пересматривать какую-то часть. В видеоиграх всё примерно так же. Да, есть отличные примеры длиннющих, но сохранивших своё настроение и веселье игр типа Скайрима и Ведьмака, потому что они смогли уйти вовремя, не успев нам надоесть. В отличие от игр этого списка. Всем привет, меня зовут Никитун, и это девятка чертовски длинных игр. Приятного просмотра. Ребят, наверняка у вас, как и у меня, сотню раз возникало чувство усталости после длительной сессии за игрой. Обычные энергетики здесь это не выход. Они жутко вредные. Поэтому на помощь приходит имба. В отличие от вреднющих энергетиков, имба не содержит сахара, не вызывает проблем со сном и даже содержит витамины. Также имба доступна из-за цены. Всего 47 рублей приходится на одну порцию. А ещё на неё всегда есть хорошие акции. Например, если хочешь ознакомиться с продуктом, есть стартер-пак из шейкера и шести порций энергетика. Два зиплока виноград-грейпфрут и цитрусовый микс плюс шейкер за 1690. Доставка бесплатная от 1000 рублей. И, кстати, сейчас ввели новую линейку шейкеров вот в таком ретро-вейв-дизайне. Если захочешь затариться, то юзай мой промокод и переходи по ссылке в описании. Assassin's Creed Odyssey. Следуя извечной мудрости, то есть подходу Ubisoft к геймдизайну, серия Assassin's Creed недавно решила переосмыслить себя, начиная с Origins. А продолжила дело классное, но непомерно раздутая поездка в Древнюю Грецию. И тогда как Assassin's Creed Odyssey никак нельзя назвать плохой игрой, она заставляет вас поработать ради контента. Проблема состоит в системе развития и в том, что у большинства заданий есть минимальный рекомендуемый уровень. И дальше идет нарезка из выполнения десятков побочных заданий, которые потом никто и не вспомнит. Кроме того, одного задания с озабоченной старушкой. И все ради того, чтобы продолжить историю Кассандры или Алексиаса. Хуже всего то, что система развития кажется просто наспех прилепленной готовой игре. Как если бы игроделы открыли книгу создания ААА игр для чайников на случайной странице и просто скопировали оттуда код. Прежде чем пойти с дротиком для дарца карти мира и списку исторических эпох. Days Gone У меня очень странное отношение к Days Gone. С одной стороны, мне жутко понравилось выживать в этом мире. И даже большой глуповатый байкер Диккенс Энджон мне понравился. Но с другой стороны, повторяющиеся миссии и мотающийся туда-сюда сюжет чуть не заставил меня полностью бросить игру. И сюжет плохим не назовешь, у него просто проблемы с темпом повествования. Игра кажется разделенной на отдельные эпизоды. Ведь каждые 10 часов она подбрасывает вам новые сюжетные линии, новых персонажей, а порой и целую новую карту для исследования. Все приходит к тому, что часу на 30-м вам кажется, что вы совсем разобрались и подвели сюжет к развязке. Но внезапно вы узнаете, что вам нужно отправиться в новую часть карты, которая не меньше той, что вы уже исследовали, и почему-то начать злиться на нового злодея. Игра начинается и кончается снова и снова примерно три раза, всегда избегая естественного заключения, чтобы рассказать вам еще одну историю. Alien Isolation. Как и большинство игр в этом списке, Alien Isolation это бочка меда с ложкой дегтя. Это феноменальная игра, полная напряжения и страха. Потому что чужое не останавливается почти ни перед чем, чтобы пробить вам череп своим мини-ртом. В первой половине игры вы не можете сделать почти ничего, чтобы остановить чужого. Можно лишь убегать, прятаться и молиться предпочитаемому божеству, чтобы вас не заметили в подозрительном шкафчике. Но напряжение сложно поддерживать. Хорроры часто прощаются с нами раньше, чем игры других жанров. Потому что чему-то, с чем вы имеете дело уже не первых десяток часов, сложно оставаться страшным. К сожалению, Alien Isolation думала, что она сможет этого избежать. Так что в финальной части геймплей просто становится вялым. Особенно после того, как вы узнаете, что Чужих штук пять. К моменту начала титров игроки уже несколько часов просто позволяют игре с собой случиться, энергично продвигаясь по сюжету. И нам остается только гадать, насколько крутой была бы игра, если бы из нее вырезали несколько ненужных часов. Batman Arkham Knight Трудно быть третьей частью трилогии. Гляньте только на третьего крестного отца или третий Mass Effect. К сожалению, Бэтмен не смог избежать этого проклятия. Rocksteady отлично поработала над тем, чтобы в третьей игре усовершенствовать свой инновационный геймплей. И показала нам сюжет, который вряд ли удивит кого-нибудь, кто читал комиксы, но в котором все равно было много классных моментов. Так что же пошло не так? Ну, я уверен, что мы все знаем ответ на этот вопрос. Бэтмобиль Печально видеть, что Бэтмобиль из чего-то крутого превратился в вещь, которую вы стараетесь снова увидеть, включая консоль. Или ПК. Но чем меньше я скажу о порте на ПК, тем лучше. Игра отводит этому небольшому неудобству огромное количество времени. И заставляет игроков содрогаться от мыслей об очередной гонке загадочника. Если бы Rocksteady вырезали хотя бы половину втиснутых в игру сцен, в которых Бэтмен вынужден решать какую-то головоломку с помощью машины, темп всей игры стал бы гораздо лучше. Хуже всего то, что игра требует провести за поисками трех сотен пятнадцати предметов загадочника, не менее пяти часов просто ради того, чтобы увидеть настоящую концовку. Нет, Rocksteady, спасибо. Видимо, не все из нас годятся в Бэтмены. Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition в основном была ответом на Dragon Age 2, которую критиковали за недостаток контента по сравнению с первой частью. А потому третья часть напихала в игровой мир все, что только можно было. В ней было просто огромное количество заданий, раскиданных по нескольким мирам. Этот факт вместе с тем, что почти все задания, не касающиеся компаньонов или сюжета, звучали как «А принеси-ка десять того, не знаю чего, вот этому случайному селянину из Ферлдена» создавало ощущение, что вы играете в MMORPG, а не в одиночную кампанию. Так что к концу игры игроки уже много часов как чувствовали себя скорее не крутым лидером организации «Спасающий мир», а мальчикам на побегушках с забавным названием должности. Разработчикам после релиза игры даже пришлось сказать игрокам, чтобы те вышли из стартовой локации, потому что их затормозил весь имевшийся там контент. Если вам нужно такое делать, может стоило больше поработать ножницами в монтажной? Ну это метафорически выражаясь. Играм не нужна монтажная комната. Red Dead Redemption 2 Свежая эпопея от Rockstar показывает нам, каким должно быть повествование в современной игре. Сюжет полон напряжения, эмоций и веселых моментов. Добавим к этому одно из лучших озвучек в индустрии, и все готово для того, чтобы Red Dead Redemption 2 стала лучшей игрой поколения. А потом начинается Гуарма. После того, как Rockstar вворачивает свой любимый сюжетный прием, неудавшееся ограбление банка, игрок вынужден расхлебывать его суматошные последствия. Двое людей умерло, а банда расколота. Так что, естественно, лучшая идея с точки зрения повествования, это выбросить вас на остров на пару часов, пока Rockstar думает, что дальше делать сюжетом. Хуже всего не то, что это совершенно уничтожает темп повествования. И не то, что на острове нет всех тех элементов, которые создают для нас картину мира во всей остальной игре. Нет. Хуже всего то, что это лишь начало длинного и утомительного похода к финалу. Потому что, возвратившись на американскую землю, вы должны выполнять одну изнурительную задачу за другой. Роль которых, похоже, сводится только к тому, чтобы еще раз вам напомнить, какая дачь сволочь. А после финала вас ждет восьмичасовой эпилог. Сделан он хорошо, но когда ваш мозг думает, что игра уже кончилась, трудно вернуться в ритм, осознавая, что до конца еще далеко. Final Fantasy XV. Вот что Final Fantasy XV делает правильно, так это создает потрясающее чувство сплоченности между Ноктисом и его командой джей-поп-музыкантов. Это лучше всего видно, когда игрок отправляется гонять по обширным и прекрасным ландшафтам, устраивает привалы с командой и в целом наслаждается одной из самых душевных и анимешных поездок в мире видеоигр. Естественно, потеря свободы от этого становится лишь более опустошающей. Final Fantasy XV сильно спотыкается и больше не поднимается на ноги, когда фанатично начинает пытаться объяснить, что в ней вообще творится. До последней четверти игры игрокам мало о чем нужно беспокоиться, кроме своих друзей и машины. Так что, когда их запихивают в скрытный поход по унылой и безжизненной крепости в стиле Metal Gear Solid, не стоит удивляться тому, что они теряют интерес к игре. Вместо того, чтобы посмеяться над шуточками об Игнисе и его готовке, или промпта и его ужасных селфи, мы вынуждены выслушивать, как игра нудит что-то о королях и древних пророчествах. Как будто игра внезапно стала вашим дедом, который точно не помнит, что там случалось в старые добрые деньки, но он уверен, что это важно. Metal Gear Solid V Франшиза Metal Gear Solid оказала огромное влияние на мир видеоигр, и она состоит из изумительно проработанных игр. И последняя игра серии тоже отлично начинается. Все системы работают. Открытый мир хорошо подходит системе управления базой, а сюжет, хотя и подаваемый небольшими кусками, тоже годный. А потом, после захватывающей финальной схватки против того самого Metal Gear из названия, игра просто, ну, она говорит проделать все заново. Но не просто проделать все заново, а на повышенной сложности. Игра просто останавливается и заставляет вас проходить миссии, которые вы уже проходили, но с разными модификаторами. Эти операции растягивают игру гораздо сильнее, чем это необходимо, и отбирают у вас все то веселье, которое миссии дарили при первом прохождении. Там есть новые кусочки сюжетно важной информации, но их мало, и они встречаются редко. А затем вы наконец-то достигаете финала в надежде на волнующую развязку. Но вас ждет первая миссия и сюжетный поворот, который сразу предвидели все, кто в состоянии узнать голос Кифера Сазерленда. Middle-earth Shadow of War Shadow of War оказалась неплохим сиквелом. В ней сохранили отличный геймплей, но подготовили несколько забавных сюрпризов, которые вытекают из системы заклятых врагов. А еще она каким-то образом заставила нас заинтересоваться сюжетом. Так что огромным разочарованием является то, что после всех сюжетных поворотов, предательств и смертей, игра сообщает, что для получения настоящей концовки нужно поработать. И поработать очень усердно. Объем гринда на этом этапе становится оскорбительным, потому что Толион с игроком вынуждены заниматься изнурительной защитой захваченных крепостей ради пятиминутной катсцены, которая подведет итоги. Все делает только хуже то, что капитаны орков, вторгающиеся в ваши крепости, становятся лишь сильнее с течением игры. Обычно это не было бы проблемой. Но единственная смерть или потеря всех очков форта означает, что вы не только провалили защиту, но вам также нужно захватить форт заново. А количество времени, необходимое для улучшения всех ваших орков, больше похоже на пытку видеоиграми. Естественно, есть способ просто обойти это все. За небольшую цену Shadow of War позволит вам просто приобрести высокоуровневых капитанов, которые в состоянии справиться с контентом из финала игры. Так что вы должны выбрать между гриндом и кредиткой. Радость-то какая типичная игра наших дней. А какие игрушки для вас показались длинными? И согласны ли вы со списком? Делитесь мнениями в комментариях к видео. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что чекнули видео до самого конца. Меня звали Никитун. До скорых встреч в новых видео.